Российским военным, которые регулярно сообщают журналистам о действиях нашей авиации в Сирии, сегодня пришлось комментировать очередной вброс информации. Таких была уже целая серия за последние дни. На этот раз появилась история о неком якобы сбитом беспилотнике. Ее в генштабе разобрали в подробностях и подвели промежуточные итоги воздушной операции. Репортаж Евгения Лямина. Почти 670 боевых вылетов всего за 17 суток операции Воздушно-космических сил России в Сирии. Несмотря на такой короткий срок, результаты впечатляющие. Уничтожено 456 объектов террористов, пункты управления, базы подготовки боевиков, склады с боеприпасами, а также военная техника. Банформированием запрещенной в России террористической организации ИГИЛ нанесен серьезный урон. Сирийские войска при поддержке российской авиации продолжают наступать. В провинции Хама штурмовые отряды правительственных войск овладели шестью населенными пунктами. И развивая наступление, мы сегодня ведут бой на рубеже Хабид, Эл-Латамна и Сукаек. На севере провинции Хомс сирийские войска освободили город Хальдия. Мы сегодня ведут бой на рубеже Хабид, Эл-Латамна и Сукаек. В пригородах Дамаска сирийские войска приступили к уничтожению боевиков в районе Восточная Гута и Джаубары. В результате упорных боев освобождены два квартала района Джаубары. На севере провинции Латакия сирийские подразделения овладели тремя населенными пунктами и высотой с отметкой 10,50 на южной окраине Сальба. С данным на сегодня продолжают ведение наступления в северном направлении. Российская авиация наносит точечные удары. Минобороны России на протяжении всего времени операции предоставляет видео, подтверждающие точность ударов по объектам боевиков. При этом авиация применяется по объектам, расположенным вне населенных пунктов. Я специально взял с собой боевую карту экипажа-бомбардировщика. Как вы видите, на данном документе нанесены все объекты жизнедеятельности и гражданского населения. Это мечети, объекты культурного наследия, энергетики, водоснабжения и другие объекты. Поверьте, мы хорошо знаем, где у боевиков находятся и госпиталя, и те, которые находятся на территории Сирии, и те, которые находятся за ее пределами. Но не в наших правилах советовать коллегам, по каким объектам надо наносить удары. Однако 11 октября в районе населенного пункта Тель-Алам, это 20 километров восточнее Алеппо, ударами авиации и коалиции была уничтожена теплоэлектроподстанция и трансформаторная подстанция. Вы хорошо видите этот удар, он обозначен зелеными стрелками. В результате чего больницы, школы и все жители города Алеппо остались без электричества. Удар авиации западной коалиции во главе США наносила в течение нескольких дней. В итоге в Алеппо перестали работать водонасосная станция, канализация и это в условиях 30-ти градусной жары. Западная коалиция словно специально, намеренно разрушает инфраструктуру населенных пунктов, так чтобы жизнь гражданского населения стала невозможной, и они были вынуждены становиться беженцами. Кстати, вместе с ними страну покидают и боевики. Отмечается увеличение потока террористов, переходящих на сопредельные территории. У нас есть проверенные данные, что боевики выходят из районов боевых действий через переходы для беженцев на сирийско-турецкой границе. По данным разведки, включая радиоперехваты, каждую ночь через переход в районе Рейханлы границу пересекают до 100 вооруженных экстремистов из Джибгат-Ан-Нусры, а через переход в районе Джарабулус боевиков ИГИЛ. Как сегодня заявили в Минобороны Турции, их самолеты сбили в турецком небе неопознанный беспилотник. В СМИ появилось вот это видео, якобы с места. Разобрать, что на нем так сильно горит и дымит, невозможно. Ближе оператор не подходит. Зато к видео прилагается фото. Опять якобы сбитого аппарата, причем уже без следов гари. Позже появилось еще одно короткое 36-секундное видео с места падения летательного аппарата. Самого беспилотника снова не видно. Просто оцепленный автоматчиками периметр леса. Но вместе с этим видео через СМИ со ссылкой на турецкий генштаб распространили все то же фото с утверждением, что это российская модель «Орлан-10». Кстати, как видно, повреждения у беспилотника минимальные. Эксперты даже справедливо усомнились в том, что аппарат на фото был сбит. Чуть позже в Санкт-Петербургском технологическом центре, где и производят беспилотники «Орлан». Изучив, прокомментировали фото. Опубликованные в социальных сетях со ссылкой на турецкий генштаб фотографии якобы сбитого беспилотника больше похожи на плохо разыгранную информационную провокацию. Да и на опубликованных фото точно не «Орлан». С таким планером беспилотники в России не производятся. Конечно, не обошел стороной тему беспилотника на брифинге и начальник главного оперативного управления российского генштаба Андрей Картополов. Совсем недавно в интернете появилась информация, что наши турецкие партнеры якобы сбили российский бюджет. Мало того, этот беспилотник находился на турецкой территории. Я вам абсолютно ответственно заявляю, что все наши беспилотники находятся либо в районах выполнения задач, либо на авиабазе. А вот чей он, этот сбитый беспилотник, или догадайтесь, или вы сняйте сами. Страны западной коалиции, которые проводят свою операцию в Сирии уже год, то и дело пытаются упрекнуть Россию в нанесении авиаударов не по базам ИГИЛ, а по сирийской оппозиции Минобороны неоднократно запрашивала иностранных коллег предоставить их данные, где расположены боевики, где так называемая сирийская свободная армия. Но в ответ тишина. На основании наших разведных данных и информационного центра в Багдаде, а также других источников, нами подготовлена карта. Вы ее видите перед собой на экране. На ней нанесены те районы, которые контролирует сейчас группировка ИГИЛ. Джибгат Ан-Нусра. Районы, которые удерживают правительственные войска. А также районы, которые, по нашим сведениям, контролируют сирийская свободная армия. Обратите внимание, где российская авиация, по каким объектам наносит удары. Эти удары обозначены красными стрелками. Как вам, надеюсь, хорошо видно, мы вьем только по объектам международно признанных террористических группировок, таких как ИГИЛ и Джибгат Ан-Нусра. Наши самолеты не работают в южных районах Сирии, там, где, по нашим сведениям, находится формирование сирийской свободной армии. По поручению министра обороны России Сергея Шойгу, эта карта будет направлена по военно-дипломатическим каналам. Это еще одно подтверждение. Россия проводит максимально прозрачную военную операцию в Сирии. Открыто к диалогу и сотрудничеству. Правда, в ответ пока или молчание, или надуманные обвинения. Между тем, при поддержке российской авиации, армия Сирийской Арабской Республики продолжает идти в наступление, зачищая от террористов все новые и новые населенные пункты. Евгений Лямин, Владимир Беляев, Сергей Романов, Первый канал.